Мы начинаем эту передачу, словно оглядываясь в далёкое прошлое, когда не было кино, а фотография только начинала развиваться из догеротипных портретов, когда не было телефона и телеграфа, а информацию передавали с нарочным или из уст в уста, когда границы России казались такими далёкими, что никто и не знал, что там за ними, когда человеческий разум был столь пытлив, что никакие границы его не сдерживали, когда люди были так преданы своему делу, что нам, потомкам, остаётся только удивляться. Жизнь монаха и Акинфа в миру у Никиты Бичурина достойна не только удивления, но и восхищения. Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чувашия» телевикторина «След в истории». Каких только талантов не рождала чувашская земля – выдающиеся педагоги, музыканты, художники, учёные. Но есть и такие, чей гений отметился сразу в нескольких областях. Никита Яковлев, а позднее Бичурин, родился и прожил в Чувашии всего-то два года. Но и этого оказалось достаточно, чтобы земляки помнили его вечно. Эта часовинка установлена в деревне Тепниера Чебоксарского района на месте бывшей Успенской церкви, где в 1770-х годах служил священником Яков Данилов. Видимо, поблизости стоял и его дом, где в 1777 году родился сын Никита, впоследствии монах Иокинф Бичурин. А в 25 километрах от Тепниер в районном центре Кугеси расположился один из самых популярных у туристов музеев – Бичурин и современность. Самый первый экспонат из Бичуринской коллекции – это из деревни Тепниеры Борисов Юрий Гурьевич. И вот они все там изучали и раскопали всю эту информацию. Они уже научно доказали, что это деревня Тепниера. Вот это все принадлежит семье Борисовых. Они нам передали вот этот пакет документов. Директор музея Ирина Удалова за годы работы узнала о Бичурине немало, но и ей до сих пор открываются новые подробности его жизни и творчества. Сейчас музей готовит новый экспонат, воссоздают рабочий кабинет ученого. Стол-бюро, шкаф, простой стул на стене – касса. Соломенная шляпа, в которой монах Иокинф запечатлен на многих рисунках. Книжные шкафы в музее точно такие же, в каких держал фолианты отец Иокинф. Изготовил их мастер Вячеслав Эткер. Изготовление, конечно, несложное, а просто надо чувствовать материал, наверное. И, естественно, уже цвет не яркий, белый, современный, кухонный, допустим, а немножко придерживаться к тональности вот тех времен, что ли, темные отношения. Да и вообще черный цвет, он очень темный цвет, он, я тоже считаю, очень благородный такой. 9 сентября исполняется 235 лет со дня рождения Никиты Бичурина. Казалось бы, за такое время изучить его биографию «Научное наследие» можно было вдоль и поперек. Однако нет пророка в своем отечестве. В Чувашии великого земляка открыли лишь в начале 20 века. Первое упоминание о Никите Яковлевиче Бичурина в Чувашской прессе появилось в 1926 году. Автором статьи является Иван Юрки. Он написал статью «Чебоксарец, живший в Китае». Потом по 1946 год ни одной статьи в Чувашской прессе не встречается. Начиная с 1946 года Григорьев часто пишет материалы о нем. Друг за другом тогда в эти годы вышли восемь. Первая книга вышла в 1977 году. Автором является Денисов. Называется «Жизнь Якинфа Бичурина». Но спустя два года, уже в 1979 году, выходит следующая книга Эльвира Кузнецовой «Начало пути». Но в последующем, уже в 1997 году, монография, уже большая монография, выходит Петра Васильевича Денисова. Она еще и переиздана, но и сегодня уже этой книги не достать. И по сей день труды Никиты Яковлевича по Китаю не изучены и наполовину. Рукописи ждут, когда появится столь же талантливый, терпеливый, скрупулезный и дотошный человек, как автор, чтобы расшифровать их. Впрочем, постепенно Китай становится все ближе. Не так давно увидел свет уникальный альбом Бичурина с описанием внешних признаков некоторых народностей Поднебесной. Новое издание с фотографической точностью копирует листы старого альбома, вплоть до разводов на бумаге и клякс. А тем, кто соберется изучить китайский язык, пригодится грамматика и словари. Изучению этой страны Акинф Бичурин посвятил не только годы, проведенные в православной миссии, но и всю оставшуюся жизнь. Весь научный фонд распорядился после своей смерти оставить Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге и в Казанской духовной академии, передать в Казань. Мы в 2005 году получили грант президента Российской Федерации на создание проекта «Научный подвиг Бичурина». Это основная цель была у нас – получить его труды, которые изданы при его жизни. И я выезжала в Российскую национальную библиотеку, в отделе редких книг, я потрогала эти книги. Бумага была более тонкая, они уже и растрепанные. Этим книгам уже более 200 лет. Если бы, может быть, и не грант президента России, может быть, нам и не дали бы возможность такую. Но потом ведь мы все его книги вот эти отсканировали. Они нам отсканировали и присылали. Мы уже получили в электронном виде. Так что и в районном музее набралось немало интересных экспонатов, по которым можно и нужно изучать жизнь замечательных людей. В исторической литературе легендарный монах предстает в самых разных образах. Часто его называют опальным или непокорным. Наряду с церковной службой он занимал должности и в гражданских учреждениях. И мог бы, кстати, сделать карьеру, если бы государь-император ему позволил. Так что же это был за человек, чью судьбу решал царь и митрополиты, не меньше? Как мы помним, родился Никита Бичурин в чувашском селе Тепнеры. А в возрасте 8 лет отец-священник определил его в Казанскую духовную семинарию. Там Никите и дали фамилию Пичурин, позднее превратившуюся в Бичурин. Юный семинарист пришелся по душе наставникам. Он обладал острым умом, хорошей реакцией, отменной памятью и был хорошим учеником. Казанская семинария гордилась своей библиотекой. Однако воспитанников младших классов к ней не подпускали. Но будущий Акин со свойственной ему жилостью характера отыскал тайный лаз в эту сокровищницу. Долгие часы проводил за чтение Гомера, Плутарха, Тацита и даже Вольтера. И однажды попался, да никому-нибудь, самому тогдашнему архиепископу казанскому отцу Амбросию. Но вместо наказания высокий гость вдруг ласково ободрил маленького нечестивца и благословил его тягу знаниями. В 1800 году, после окончания духовной семинарии, Никита Бичурин, уже преподаватель грамматики, принял монашество. Говорили от несчастной любви. С отроческих лет Никита Бичурин и его неразлучный друг Саня Корсунской боготворили радушный дом Саблуковых. На их глазах у Саблуковых выросла дочь, Таня. Оба влюбились безоглядно, беспамятно, навсегда. Их дружба выдержала нелегкое испытание. Пусть выбирает Таня. Отвергнутый уйдет в монастырь. Решение это скрепили клятвы. Таня выбрала Александра. 25 лет от роду отец Акинф был возведен в Сан-Архимадриде и получил назначение в Иркутск. Ректором Духовной Академии и настоятелем Вознесенского собора. Но не прижился там. Больше того, между ним и иркутским притчатом разгорелся конфликт. Вызволил Акинфа старый знакомый Амвросий. Уже митрополит Петербургский и Новгородский. Он поспособствовал и новому назначению Бичурина. Главой православной миссии в Китае. В Поднебесный отец Акинф провел почти 14 лет. Учил язык, грамоту, обычаи китайцев. Составлял русско-китайский словарь. Он, кстати, до сих пор в почете у востоковедов. В девяти томах собраны 40 тысяч иероглифов. В совершенстве освоенный китайский язык позволил, наконец-то, распахнуть китайские книги. Никита Яковлевич был поражен и очарован богатейшей культурой Востока. Оказывается, еще в незапамятные времена китайцы делали прививки от оспы. Пользовались очками, компасом, тейсмографом. От земных толчков этот дракончик ронял из пасти шарики. По их количеству и определялась сила землетрясения. И китайская наука предвосхитила открытие Коперника и Глебеи. Испытующий взгляд астронома, философа, поэта уходил в космос. Это были нелегкие годы. В России разгорелась и закончилась Отечественная война. Средств на содержание миссии не выделяли. Никите Яковлевичу пришлось продавать церковную утварь и сдавать помещение китайцам, которые устроили там курильню. За такие прегрешения Бичурина по возвращению на родину осудили на пожизненное поселение в Аллаамском монастыре. Спас его барон Шилинг, известный ученый и востоковед, вхожий в царскую семью. Задействовав все связи, Шилинг помог монаху вернуться в Петербург, где тот поступил на службу в Азиатский департамент и занялся наукой. С помощью Шилинга Бичурин отправился в этнографическую экспедицию на восток для установления международных связей. За несколько лет научной деятельности Никита Бичурин сделал столько, сколько не сделали все его предшественники. Труды отца Якинфа поистине бесценный кладезь знаний, до сих пор не потерявших своей актуальности. Список изданий, выпущенных при жизни монаха и после смерти, впечатляет. Бичурин составил китайско-русский словарь, послуживший первоосновой для составления многотомных словарей. Наряду с изучением книжного и разговорного китайского языка отец Якинф занялся письменными источниками по истории, географии, этнографии, медицине. Он перевел литературно-исторический свод учений Конфуция. Несколько томов из обширного китайского сочинения «Дай Цин и Тун Джи» и сводной истории китайского государства с древнейших времен до Цинской династии. Видно, и советский востоковед Гумилев писал, что переводы Бичурина, составляющие 20 рукописных томов, служили для него колодцем, из которого черпал сведения для своих работ. В 1838 году вышла в свет китайская грамматика. В 1840-м еще одно научное исследование Китая, его жители, нравы, обычаи, просвещение. Следующим энциклопедическим трудом неутомимого синолога стало статистическое писание Китайской империи. А в 1844 году Бичурин выпустил книгу «Земледелие в Китае с семьёдесятью двумя чертежами разных земледельческих орудий». В 1848 году цензура разрешила печатание книги «Китай в гражданском и нравственном состоянии», в которой, как писали критики, Бичурин наконец-то объясняет загадку этой великой страны. Жизнь Бичурина – классическое чередование черных и белых полос. После возвращения из последней восточной экспедиции отец Айакинф хотел сложить в себя сан, но Александр Первый не позволил. Никита Яковлевич остался жить в Александро-Невской лавре и, главное, не смог соединиться с любовью всей своей жизни, овдовевшей к тому времени Татьяной Соблуковой-Корсунской. Похоронен отец Айакинф в Санкт-Петербурге на Лазаревском кладбище. Его могила, пожалуй, самая необычная. Китайскими иероглифами на памятнике написано «Труженик – ревностный и неудачник». Свет он пролил на аналог истории. Труженик – да, ревностный, несомненно, но неудачник – нет, это не про него. Загадочного и непокорного монаха Никиту Бичурина. А теперь, внимание, мы подошли к главному пункту нашей программы – вопросам телевикторины. Внимательно смотрите и запоминайте. С кем из известных российских поэтов и писателей дружил отец Айакинф? Лауреатом какой премии Никита Бичурин становился четырежды? Ответы присылайте по адресу 428-00, Чебоксары, улица Композиторов Воробьевых, 10, Национальное телевидение «Чувашие» с пометкой на конверте «След в истории». Либо по электронной почте. Викторина Дефис, след 21, собачка, яндекс.ру Ответы на вопросы мы принимаем до следующего выпуска нашей телевикторины. Разумеется, чем интереснее и подробнее они будут, тем больше у вас шансов на победу. Кстати, подсказки вы можете найти в программах нашего телевидения. Всего доброго! Мы ждем ваших ответов, а призы ждут вас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА